Кадровый день у президента. Александр Лукашенко назначил на должность министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Глава государства отметил, что в спортивной отрасли больше проблем, чем успехов, поэтому главное сейчас – навести порядок. На должность посла в Узбекистане назначен Леонид Маринич, до этого первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Президент отметил, что Узбекистан для Белоруссии в числе приоритетных стран. Двусторонние отношения в последнее время стали активно развиваться. Глава государства согласовал на должности новых руководителей исполнительных и распорядительных органов. Акцент для местной власти – держать в фокусе внимания развитие экономики регионов. Первые электронные документы выпустят в Белоруссии уже в этом году, а получить их можно будет в 2019. ID-карта действует внутри страны. Ее выдадут, когда закончится срок действия паспорта. В электронном чипе нового документа будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Также появится и биометрический паспорт, который будет нужен только для выезда за границу. Его получать необязательно. Граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. Первый в Белоруссии факультет китайского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете. На факультете будут готовить преподавателей, переводчиков и специалистов по межкультурным коммуникациям. Преподавать язык Поднебесной будут в том числе учителя-носители языка, а среди учащихся будут и китайские студенты. В ближайшее время откроется кафедра языкознания и профессиональной коммуникации.